Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. И сегодня мы устанавливаем System Workbench for STM32. Ну я вкратце уже объяснял, что это за такая вещь System Workbench. Это такая вещь, которая также является, как и Kale, средой программирования для именно STM32 микроконтроллеров. Раз здесь вот написано for STM32, значит на STM32. Она основанная, эта среда, на среде Eclipse. И, что самое главное, она является бесплатной. Ну вроде мы, конечно, все привыкли к Kale, но, как нам всем известно, Kale имеет ограничения. Мы не можем слинковать и прошить код более 32 килобайт. То есть, ну раньше нас это как-то не напрягало, мы думали, что мы вообще никогда не достигнем таких пределов. Ну и то есть прогресс не стоит на месте, во-первых. Ну почему-то ARM не поднимает эту планку до 64 до 128 килобайт. Ну единственное, там какие-то появились промежуточные версии интересные. Ну полная версия Kale, как известно, стоит денег и немалых. То есть, 8000 евро у нас с вами есть не у каждого. Поэтому, чтобы во-первых, не нарушать авторские права, это самое главное условие, мы будем пользоваться в этих случаях, если мы рискуем превысить 32 килобайтов вот такую среду. Я ещё несколько, в общем-то, компиляторов посмотрел. Также есть ограничения. Ну плюс ещё преимущество данной системы – она мультиплатформенна. Поэтому мы спокойно можем скачать её и под Linux, то есть, и Eclipse установить под Linux, что позволяет нам открыть новые горизонты и программировать. Также собирать проекты для наших любимых контроллеров под операционной системой Linux. Ну, в общем, это первый путь, чтобы обойти нам ограничение Kale. Второй путь – это сделать обходные пути, то есть, получение ключа, что называется, взломом. Но мы по такому пути не пойдём. Мы прекрасно знаем, что жизнь данного канала и любого канала от этого очень сильно зависит. В лучшем случае YouTube кинет страйк, а в худшем случае просто прихлопнет канал, а уж ещё и того хуже – и аккаунт Google. То есть, Google относится к правам очень серьёзно. Ну, поэтому остаётся нам только первый вариант – установить System Workbench и воспользоваться им. Ну, то есть, превышение 32 килобайт сейчас вещь такая, она уже не, так сказать, редкая случается. Например, если мы будем использовать систему FreeRTOS операционную в наших контроллерах, то уже там сразу код начинает превышать. Ну, это всё рассказы. Приступим к делу. В общем, я уже объяснял, как я повторюсь, об этой среде и показывал, откуда её скачивать. Но я решил ещё сделать по этому делу отдельный урок. Просто там были распаковки плат Nucleo и по данным распаковкам тяжело найти ту информацию, как установить System Workbench. А если будет отдельный урок, то это будет гораздо легче. Ну, поэтому давайте сначала, чтобы установить данную среду, её ещё надо где-то взять. То есть openstm32.org. Существует сайт. Это сайт хозяина данной IDE. И здесь мы с вами находим среду, которая подходит для нашей операционной системы. Нажмём сюда. Попадаем в авторизацию. Ну, понятное дело, что нужно сначала авторизоваться. Заходим. У меня уже есть аккаунт. Просто я сейчас на другую, на новую систему ставлю её, данную среду. И вот мы видим, какие у нас версии. То есть в данный момент у нас вот такая вот версия 1.8 для 64-битной системы, для 32-битной у нас также существует версия 1.8. Можно скачать инсталлятор, можно скачать архив. Это дело хозяйское. Ну, давайте инсталлятор скачаем, что ли. Нажмём сохранить и процесс закачки вот здесь начался. Ну, пока закачивается она, давайте подыщем себе какой-нибудь проект, чтобы его потом собрать. Если у нас установлен кьюб, ну он, конечно, у нас установлен, раз мы пользуемся библиотекой Hall, то у нас существуют репозитории обязательно. Без репозитории кьюб не работает. То есть заходим в папку пользователей. Ну, она называется users. Ну, это если мы напрямик с файловой системой работаем. Если через интерфейс Windows, то, соответственно, диск системный какой у кого. И здесь уже будет называться пользователь. А нет, тоже users. Вот здесь также user. Ну, это в общем у кого как. У некоторых будет пользователь. То есть такая хитрая перелинковка. Ну, так вот. Здесь существует папка ccm32cube и существует вот такой репозиторий. И в общем, когда мы в кьюбе решаем, с какими мы будем контроллерами заниматься, вот здесь вот, мы устанавливаем новые библиотеки и выбираем, что нам, для каких нам нужны данные библиотеки, паки. Для седьмого у меня есть, они по убыванию. То есть для четвёртого есть одиннадцатая версия, есть тринадцатая. Просто когда обновляешься, другая версия не исчезает никуда. Вот. Для третьего у меня здесь нет в этой системе и для первого нулевого также нет. То есть в основной операционной системе у меня всё есть. То есть, ну там Workbench уже установлен и поэтому нет смысла нам в той операционной системе, в общем, смотреть урок, потому что процесс пойдёт уже по-другому. А в этой системе ещё он не был никогда. То есть вот здесь вы скачиваете для кьюба библиотеки и у вас в репозитории появляются папочки с, в общем-то, с примерами и так далее. Вот. У нас последний, ну мы будем использовать нашу любимый Discovery плату. Для неё также существует репозиторий. Ну, во-первых, требование такое, конечно, чтобы вот здесь вот в пути к репозиториям не было ни латинских букв, то есть кириллицы или ещё какой-то в общем буквенной системы. Если вдруг будут данные символы, то у нас проект не скомпилируется в Workbench. Вот. Здесь папка Projects, F4 Discovery, Exemplos и на данном занятии мы попробуем собрать вот этот проект BSP. Ну, BSP – это то есть использование библиотеки, BSP. В общем, BSP – библиотека, она предназначена для работы с конкретной платой, а не с микроконтроллером. Она учитывает то, что на ней находится и уже набор там готовых библиотечных функций для того, чтобы легче было программировать, то есть. Ну, это просто пример также так называется. Вот. Во-первых, чтобы нам нормально работать, практически почти все вот эти папки, они находятся с атрибутом только для чтения. Мы его снимаем, жмём применить. Затем уходим на верхний уровень, ещё на верхний уровень, ещё на верхний уровень. Вот тут вот есть папка Drivers. Вот. Библиотека BSP. Мы также снимаем этот атрибут с неё. Можно даже со всей папки Drivers. Это даже будет лучше всего. Ну, когда много файлов в папке, соответственно, будет показан процесс. И также не мешало бы и с MiddleWires снять данный атрибут, и также данный атрибут снять с папки Utilities тоже. Ну, теперь что же нам делать, если вдруг у нас тут русские символы или как называют кириллица, либо ещё какая-нибудь буквенная система. В этом случае мы пользуемся другой папочкой. C. Ну, у кого C, у кого что. В общем, диск, на котором установлен Keil. Заходим в папку Keil в версии 5. Ну, в данный момент версии 5 у нас. Arm, здесь пак и опять Keil. И вот здесь вот у вас также будут, в общем-то, папки с примерами. Но будут они, конечно, только в определённом случае. То есть, откуда они здесь появляются. Запускаем Keil и идём вот сюда, в Пак Инсталлер. Сейчас тут подгрузится, в общем, информация об паках. Выбираем здесь нужный контроллер. То есть, у нас вот уже если на наш контроллер вот идёт путь такой STM Microelectronics, STM32F4, STM32F47, STM32F47WG и TX. Встаём на него и вот здесь вот самое первое – Drive Device Specific Keil STM32F4XXDFP. То есть, одноимённое название вот этой вот папочки, которая у вас потом появится. Вот. Здесь у меня она уже закачана. То есть, здесь не будет, в общем, возможности её заново закачать. То есть, Keil видит, что она у нас уже есть. Вот. Если, например, появляется новая версия, то здесь будет вот такая кнопочка доступна. Вернее, не такая, а вот такая – Update. Так же, как вот на CMSIS. У меня CMSIS, значит, не обновлён. То есть, существует новый CMSIS. Но это CMSIS также библиотека, которая позволяет нам вообще работать с регистрами и прочей всей периферии контроллера любого. То есть, вот, например, мы возьмём F7 с вами. Ну, в данный момент мы закачивать ничего не будем, потому что у нас уже закачивается вот здесь вот. Вернее, вы не видите. Вот. Вот тут закачивается у нас Workbench. Ну, осталось там две минутки. У меня медленный интернет, так как живу я не в городе. Ну, ничего. Зато я в это время, у меня появилась возможность с вами пообщаться и рассказать вам, откуда берутся, то есть, вот эти все паки. Ну, вот выбираем F7, например. Ну, любой контроллер. В принципе, не столь это важно. Ну, например, плата у меня есть 769. Ищем NG и выбираем NG HX. И вот здесь вот уже напротив вот этой вот библиотеки или пака пакета кнопочка присутствует install. Она сейчас доступна, она активна. Если я её начну, пойдёт процесс закачки библиотеки вот сюда. И будет, в общем, папочка похожая вот на эту, только будет вместо четвёрки стоять семёрка и закачается полностью наш библиотек. Ну, давайте зайдём теперь в эту папку. Она у нас уже есть. 2.10 уже в версии в данный момент. То есть, всё должно быть обновлено желательно, потому что специалисты STMicroelectronics устраняют всяческие недочёты и также в примерах это всё учитывается. Также в общем давайте сразу отметим несколько папок. С контролом это делается, если что, это не нужно. Drivers. Вот три папочки. Свойства. Ну, здесь уже атрибут на чтение у нас снят. Или, может быть, сразу на несколько наверное эта операция не применима. Скорее всего так. Значит нельзя, надо по одной. Вот опять пошёл процесс и драйвер. То же самое делаем с папочкой с проектом. Projects F4D. Discovery. Examples. BSP. Ну, мы сразу будем использовать всё-таки кейловский репозиторий, а не кьюбовский. Вот. Зайдём в папочку BSP и зайдём… Нет, не в эту папку. Для, в общем, здесь заготовочка с проектом существует уже для System Workbench'а. Поэтому мы в папке вот в такой вот sv4stm32 мы зайдём в неё, выберем любой файл, чтобы нам потом сюда долго не путешествовать. И вот это расположение мы скопируем буфер обмена с вами. Можно так копировать, но я control-c нажму. Всё. У нас скачался System Workbench, в общем-то. Давайте мы его положим куда следует. Копировать и положим его в папку с дистрибутивами. Именно с армовскими дистрибутивами. Ну, можно вот сюда. У меня уже есть тут какой-то Workbench, может даже и такой же. В принципе, тут такой же уже есть. Ну, я какой есть удалю и вставлю свеженький. То есть, ну, лучше всего всё-таки запускать от имени администратора. Ну, понятно, что условие такое, что у нас уже кьюб установлен. Ну, и вот он нам пишет, что RE 32 бита, что нет у нас Yave на 64 бита JRE. То есть, ещё System Workbench, вернее даже не System Workbench, а больше как-то Eclipse, она основана на Yave и посылает нас инсталлятор за свежей версией Yave. Настройка плагин. Ну, не знаю. Включим. Ну, JRE отсюда заберём. Найдём под нашу операционную систему Windows X. Ну, можно и 102, в принципе. Неважно. Я думаю, ничего страшного, если будет 102. Вот у нас под Windows. Сразу инсталлятор также. Он небольшой, я думаю, он скачается быстро. А, ну, надо с лицензией соглашаться у Yave так. Сохраняем. Так как это уже другой браузер, но немножко всё здесь происходит по-другому. Ну, вот в общем так. С подготовкой проекта всё вроде как предельно понятно. То есть, где их брать, ну, в смысле примеры. Также можно делать свои проекты, но это уже будет тема других занятий. То есть, мы в кьюбе, когда проект создаём и в сеттингах мы там уже выбираем данную среду. Ну, это когда мы на следующем занятии будем заниматься с вами System Workbench. В общем, мы создадим свой проект, скомпилируем его и посмотрим, в общем, работу. Существуют какие-то, в общем, конечно, подводные камни в среде программирования System Workbench. Мы с ними столкнёмся и будем вместе их решать. Я уже через это проходил и очень мне хочется этим поделиться с вами. То есть, потому что вопросов очень много по этому делу в личку пишут. То есть, поэтому я решил как бы своё время даже я на этом сэкономлю и сразу для всех всё и расскажу. Какие бывают вопросы по Workbench. То есть, почему иногда не линкуется проект, не компилируется проект, не прошивается проект, не отлаживается проект. То есть, вопросы есть разные. То есть, в кейле такие вопросы также возникали в предыдущих версиях, но сейчас, слава Богу, вроде пока всё нормально. Ну, мы скачали Яву. Я думаю, нет смысла её куда-то сохранять. Мы сразу выполним и установим. Нам не нужен браузер. Ну, процесс установки Ява, он простой. Я думаю, вы это делали неоднократно. Поэтому этот процесс я промотаю. Старая версия хочет удалиться. Видимо, здесь установлена была 32-битная может. Всё. У нас Ява установлена. Скорее всего, теперь нормально установится и System Workbench. Пробуем ещё раз. Вот. Next. Ну, вроде как всё нормально. Выбираем, куда устанавливать System Workbench. Проверяем, что данный у нас путь уже не существует. Нет у нас такой папочки. То есть и продолжаем. Ну, что будет создан данный каталог или директория, само собой. Также здесь будет установлен драйвер. Ну, то есть драйвер для ST-Link. Он для Workbench свой. Ну, оставим для всех пользователей. То есть всё оставляем по умолчанию, ничего не трогаем. Пошёл процесс установки. Далее останавливается драйвер. Вот. Для версии 2.1. Сейчас в основном такие стилинки устанавливаются на все новые платы. Всё. Установка у нас завершена, в принципе. Можно запустить с рабочего стола. Можно откуда угодно. Я думаю, он и вот тут появится где-то у нас. Вот он. Можно отсюда. Не суть важно. Ну, пошёл первый запуск. Соответственно, мы выбираем рабочую директорию. Ну, от неё, в общем-то, особого прока я никакого не заметил. То есть выбираем любую. Ну, компьютер. Не тот. Где-то у меня с исходниками. Я туда его и устремлю. То есть, ну, всё равно какой-то выбрать нужно. Ну, куда-то вот сюда вот. Пусть сидит тут. То есть, можно было там поставить галку, я забыл сказать, чтобы в следующий раз он, в общем, систем Workbench об этом больше не спрашивался. Вот у нас запущен с вами System Workbench. Вот таким вот образом. Вот сюда вот нажимаем. Появляется у нас, то есть, вот такое вот окошко. Ну, пока оно маленькое. Мы его растягиваем и пользуемся. То есть, а то не найдёте ещё, где вам найти проект Project Explorer. То есть, это вот здесь именно. Вот. Теперь делаем вот что. Жмём либо здесь правой кнопочкой, либо файл и выбираем импорт. Я привык вот здесь. General existing projects into workspace. То есть, у нас уже проект создан. Ну, как правило, у нас всегда будет проект уже создан. Он будет либо кьюбом сгенерирован, либо с примера. То есть, создавать здесь проект, честно говоря, я пробовал раз несколько, у меня не получалось. Только вот именно пользуюсь уже сгенерированными где-то. Ну, продолжаем. И у нас уже с вами пути нету. Уже буфер обмена был потерян. То есть, ну, мы сейчас это дело восполним. Просто чтобы сейчас не путешествовать нам в эту папку, всё, я взял буфер обмена, всё это дело. И вот здесь вот я вставлю. Вот и всё. Табулятор нажал. Всё. У нас выбрался только один проект. Вот этот длинный. Жмём finish и всё. Проект у нас уже вот здесь, в дереве проектов. Ну, заходим в то место, где, в общем, находится файл IC и какой-нибудь из них открываем. То есть, это нужно ну и за тем, чтобы посмотреть, что это за проект. И плюс за тем, чтобы если у вас несколько проектов, вот таким вот образом, если мы встанем, то есть, фокус ввода у нас будет находиться в каком-то файле из этого проекта, то система поймёт, что она в данный момент работает именно с этим проектом и данный проект является для неё текущим. У нас какое-то предупреждение есть здесь. Путь не найден. Ну, пути, я думаю, система создаст сама и жмём project и build project. А, у нас фокус ввода потерялся. То есть, фокус ввода обязательно должен быть в файле. И начался у нас проект собираться. Можно нажать выполнять в фоне и будет всё это дело выполняться в фоне. Можно вот консоль нажать. Вот, проект наш собрался. Отлично. Бывает, что не собирается, это нужно заходить тогда правой кнопочкой вот сюда в проекты, в свойства и здесь всё это править. Порой бывает не найдены какие-то текущие директории для определённых тулчейнов, для библиотек. То есть, это нужно будет тогда править. Вот. Проект собран. Ну, давайте посмотрим, из чего состоит. Вот холл и нит – это само собой. Вот, то есть, используется библиотека БСП. У нас инициализируются светодиоды. То есть, ну, там включается для них, для лапок портов режим определённый. То есть, вот, мы можем нажать правой кнопкой Open Declaration. Всё наподобие, как и в кейле. И вот у нас тут всё это происходит, то есть, и он в состоянии отключен. Светодиод вводится. И таким образом делается для каждого светодиода. Ну, затем там ещё кое-какие вещи. Здесь и аудиоплей и так далее. Много чего есть. И с акселерометром здесь также работа в данном файле существует. Так что обязательно посмотрите его. Вот. Чтобы нам вернуться обратно в проект, нам нужно нажать кнопочку. Но что-то я кнопочек не вижу. Такого не было. Должен быть у нас ещё Toolbar. А Toolbar почему-то нет. Вот. Height Toolbar был нажат у нас. Теперь нам не совсем понятно, как вернуться в наш проект уже встал. Ну, вот, наверно, вот так. Ой. Странно. Всё. Вернулись. То есть, поиграетесь, в общем. Ну, и вот здесь у нас также идёт инициализация. Такая вот у нас интересная. Интересный проект. То есть, ну, там дальше включаются кнопки и так далее. Все вот эти вот вещи. Ну, давайте теперь попробуем проект прошить. То есть, советую первый раз, если вы работаете с System Workbench, также с проектом первый раз, лучше сначала через отладку. Вот. Жмём на треугольник. Здесь Debug As и вот. Такое выбираем. AC6, здесь STM32, CC++, Application. Вот. Ну, здесь разрешить доступ, конечно. Всё. И мы попадаем с вами в Debug. Опять мы с вами не видим… А, вот. Нормально. То есть, что-то у меня тут с окнами странное. Должны мы попасть вот в такое вот окно. Вот. И мы уже с вами, в принципе, в отладке нам среда пишет, что временный breakpoint был установлен на самый первый оператор. То есть, вот сюда. На начало главной функции, на точку входа. И чтобы нам продолжить, нам нужно нажать вот этот вот с вами… Нет, надо… Мы ещё с вами же в отладке… Вот на что нам надо нажать. На резюме. Жмём резюме и у нас, соответственно, запустился с вами и прошился проект. Давайте посмотрим, как у нас это всё работает. Вот. То есть, мигают светодиодики вот таким вот расчудесным образом. Когда мы жмём кнопку User, у нас светодиоды потихают и если мы вот так трясём платой, то они у нас горят. То есть, работает акселерометр. Вот я наклонил сюда, наклонил сюда и, как вы видите, всё у нас работает. То есть, мы прошили проект, мы установили System Workbench. На этом я считаю наше занятие законченным, цель достигнутой и благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. То есть, это даёт вам право узнавать сразу о выходе моего нового очередного видео. Ну, в данный момент нужно ещё это право там ещё подтвердить. То есть, там есть такой колокольчик, вы посмотрите предыдущие мои уроки. То есть, вы будете, заходя в подписках, видеть мои новые видео, конечно, но уведомлений вам приходить не будут. То есть, там нужно будет заходить на канал и эти уведомления включать. То есть, два-три занятия назад я показывал, как это делать. Ну, просто нет смысла несколько раз это повторять. Сейчас это, я думаю, уже многие знают, как делать. Ну, также жмите кнопку «Мне нравится» под видео, если вам данное видео понравилось, если оно принесло вам пользу, а я думаю принесло, всё равно вы столкнётесь с такой задачей, когда нужно будет, то есть, авторские права не нарушать. То есть, и всё-таки как-то всё равно без нарушения авторских прав обходить ограничения. Вот это такой вот вариант. Ну, также пишите комментарии, что вы ещё хотели бы увидеть. То есть, может быть, какой-то формат предложить интересный. То есть, все ваши я комментарии обязательно читаю. Ну, просто их сейчас не так много. Конечно, если будет слишком много, я не буду их успевать читать. Но пока вот успеваю, вы всё-таки там немножко подсказываете. То есть, ну, если, конечно, комментарии какие-то единичные, просьбы, это я, как правило, ну, рассматриваю. Если у меня есть устройство, может быть уже, может у меня есть какие-то знания уже об этом устройстве, конечно, я даю урок. Но если комментарии уже массовые, то я уже данные буду устройство заказывать и тему обязательно буду изучать. Поэтому, конечно, реакция будет не сразу, но она обязательно будет. Так что от комментариев, от ваших очень зависит и от лайков тоже очень зависит жизнь канала. То есть, я по лайкам также вижу, что канал востребован, что мои уроки нужны. Ну, всем пока, всего хорошего, до свидания, доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова